Геннадий Тихонович, я в интернете читал, что вас убьют. Это реальная угроза или болтовня? Мне это уже число потерял, сколько этих было. И видели меня, и в видениях видели, и в алтаре из разных епартий даже было сообщали. Не могу я сказать от кого это, чего, но судя по последствиям, которые люди это видели, все закончили печально. Или они ушли в секту, или еще что-то внезапно умерли сами. А это, это один человек пишет, он прямо говорит, что если не изменится... А, вон в чем дело. Хотя я прочитал в интернете, мне подкинули. Ну, как сказать, может быть человек откровение имеет, а может быть это из Шульхана Руха взятая еврейского. Найди лучшего христианина и убей его. Я не знаю, человек из этого круга или нет, я ничего не знаю. Поэтому, а как к этому? Да никак. То есть, если я не изменюсь. А вот теперь о себе я могу сказать. Изменить себя должен. А из чего я состою? И мне нравится, что я работаю, дрова колю? Нет. Колят друзья. Мне нравится, что я шкурю их, занимаюсь озерами, прудами, дорогами. Наоборот, все радуются. Даже люди не нашего круга, не верующие, благодарят Бога, что мы это дело делали. Значит, речь идет о духовном. Говорит это, я знаю точно, православный человек. Ну, на него тоже там нападения были. А потом, ты говоришь, что ты еродствуешь там? Откуда тебе знать? Убьют, не убьют? А вот Павла и Адельгейма убили, а вот и Александра Меня убили. Ну, у каждого свое было. И кто? Ну, а вы как видите? Я говорил открыто в печати, как я предполагаю, кто убил? Александра Меня. А этот, этот, принял он его, больной там или как считает. Из церковных кругов убийцы, мафия. Ну, как бы это кричал, братья мои, братья мои, Иосиф, брошенный в колодец, братья мои. Если Господь не допустит, есть, говорит, свинья не съест. Бесполезное дело. Напрасно бодрствует страж. Я езжу где, бываю, один. Разные люди приезжают. Ну, а как? А может быть, кто-то рядом. Ну, чего гадать? Ну, начни только об этом думать, и жизни-то никакой не будет. Живем один раз. Кто расстреливал царя, кто давал указания Свердлов, там, Белощоков. Все умерли, никого нету. И на суде Божьем. И Гитлера нет, и Сталина нету, и Муссолини нету. Все закончили. У каждого были три упальные арки. Было время, когда они сами удивлялись, что им это позволено сделать. А потом, потом прячутся или стреляются, или повешивают их. Вот. Я за собой не знаю ничего, что бы я должен был менять, если не изменится. Что я должен менять? Веру. Веру во Христа. Сказал обличительное слово на архиерея, на священников. Так, на меня нападки, я и говорю, поясняю. Мое пояснение дается с позиции во свете Библии, книг открытым оком. Я всегда привожу места Писания, которые не оправдывают убийц, и у них ничего нету против. Они бы определенно сказали, вот если бы я перестал говорить против монашества, против мощей, а я против мощей и монашества и не говорю. Я говорю, за, что мне мощь надо похоронить, не дробить, не резать руки, ноги-то, обмывать там, и куда, говорит, воду девают, пьют ее там. Ну, люди-то, которые не знают. Что именно? Монашество – это благо, когда человек один, неженатый. Никаких обетов, никаких орденов там какого-то у католиков нет. Так что обвинение абсолютно не справедливо. Мы разное понимание имеем. Я иногда разговариваю, даже здесь с ними людьми, они берут вот такой человек, к нему надо особый подход. Подход особый. Идите, возвестите всему миру. Все, все подходы кончились. Идите и скажите ему. Пророкам не дается никак, а он не примет. А это уже его дело. Он не принят. Второе, параллель упомянуваем, 25-16. Он говорит, ты согрешил и не принимаешь обличения. Я понял, что Бог решил убить тебя. Вот где убить. Убить за то, что не принимает глаза Божия, а я наоборот, глаз Божий продвигаю вперед. Вот. Поэтому, если с этой позиции, то я для убийц недосягаемый совершенно. Я лажу и по деревьям, он знает, когда Никита там не полез. Я сам полез на деревья, и провода там проводил, и на голубятни лажу. Меня убивают, я открытый, не надо снайпера. Любой, заходи. Тем более, столько пишут, приезжать надо. Вот. Я думаю, иногда так заголовки разные дают люди. Ну, что называется, нехорошее слово такое, пиарится. Что вот обратите внимание, он. А если нет, а он изменился, поэтому его не уберем. Изменился. Ну, мы все меняемся. Меняемся. Если мы не меняемся, мы мертвые. Но, как мне открыто было 27 сентября 1962 года, я не изменился ни грамма. Я знал, что Христос мой Спаситель. Я поверил, что Он умер за меня, что я прощен. Я поверил искренне, что у меня есть возможность быть спасенным. То есть, я спасен в надежде, не как баптисты. Я спасен, все, я буду в раю. Нет, не знаю, не спасусь ли я, не достигну ли я, как достиг меня Христос. Вот так. Уверенность – это самоуверенность. Святые никогда не были уверены. Ни Феофан, затворник, никто. Все до конца трудились. Мы считаем, памба он был. Пока рука из райской обители не протянулась, душу не взяла. Он говорит, подожди. Так, подожди. Вот так, Антонио, Макарио, все это было открыто. Так что, разбирать конкретно. Человек еще сам сказал, или его кто-то подтолкнул. Я вспоминаю Вячеслава Глушенко. Он зав, кажется, какой-то, чуть ли не кафедры, бионики в Новосибирском академгородке. А потом он стал иеромонахом, развелся и приезжал ко мне. Что интересно, Никодим звать, а приезжал ночью, так же, как Никодим. Тоже удивительным. Он, однажды, лежал дома, говорит, увидел карту Советского Союза, и лампочки где-то загораются. И что ему надо открыть пчеловодство, где-то там на абазе. И такой мед будет экологически чистый у монахов, что будут покупать японские императоры. Но у него не заладилось что-то. Он одно время служил с отцом Геннадием Фастом, с лютым Георгием Иннокентиевичем, слепым. Тот поднялся намертво против него. Отбей. И вот он тужит, что не получается. И в алтаре молится, и вдруг он ангела видит или как. И он говорит, у тебя ничего не получится, пока с тобой не будет Игнатия Лапкина. А он до этого написал Горбачёву, и Горбачёв отпустил деньги. Чуть не на вертолёте привезли бульдозера туда, половину сопки срыли, чтобы пчёлы жили с монахами там внутри, а залетают снаружи. Вот когда ко мне приехал, рассказал о видении, я говорю, ну, Вячеслав, так-то, Никодим, я говорю, ты сухари суши. К нему поехал какой-то монах, и нашли повешенном на сосне. Повешенном. С чём связано, я не знаю. В Украине-то меня видели, ой-ой-ой, что я уже два шага до смерти осталось. И люди, которые видели, там никого нет, ни одного нет уже, а я всё ещё живу. Так что, паниковательно, что я умру или убьют, это всё в Божьей руке. Моё дело быть верным Богу, трудиться и молиться. Вот два качества, которые Бог показал про Антония. Труд и молитва, молитва и труд, мы так и делаем. Начинаем с молитвы, заканчиваем молитвой, благодарящей Бога. Если это что-то другое где-то там было, может быть, я даже не знаю, где. Но я за собой не вижу никакой вины, ни перед кем, достойной смерти. Павел говорит, что я виновен, не отрекаюсь умереть. Но представьте обвинителей, Павла убивали, там более 40 киллеров, ни пить и ни есть, пока не убьют. Но ещё и какая вина, если он не изменится. То же самое в обвинительном заключении. Если не изменится, то есть не перестанет он говорить, что Моисей в закон пришёл к концу, и теперь наступает христианство. И что Христос есть истинный Бог. Ну, вот так. Думаю, что человек, который это говорил, никакого откровения нету. Ну, как-то знает, он знает, на моей фамилии показать себя надо. У нас были такие. У меня, когда я работал печником, другие нанимались. Под моим именем, так сказать, он сам не делает печи, а нанимает. Мы бригадой его, татарин какой-то. Ну, то есть обман. Вот так. Ну, а по-другому-то, если это действительно так, то это чего-то мы стоим. Подряд всех не убивают. Но мне интересно, я должен измениться. А в чём? Ну, конкретно. Что это исходит каким-то образом от православных, я даже ни грамма не сомневаюсь. Ни в том, ни в другом случае. У меня чёткая программа, проповедь, миссии во Христе. И я на деле показал, повторить наш путь вряд ли кому удастся. Представляете, Владивосток, Лиссабон. 600 городов, сёл. И везде дарить на 750 евро. Книги. Сегодня утром опять пришёл запрос на книги. Вчера был, позавчера. Я всем отвечаю после 10 октября. Меня-то убьёте. Ну, допустим, так случилось. Там выскочил, убил, задавил. Но книги-то остаётся. Их не вырвать никак оттуда. В датской библиотеке Королевской. В библиотеке имени Ленина в Москве. В исторической, в парламентской. Только в Москве, в Киеве, в Белоруссии. Ну, то есть, не трудно найти. Ну, 600 мест. Так, а ещё в частных руках. Это, может быть, тысячи-полторы имею. Книги. Ну, и ещё тут спрашивать. Так вот я размышляю об этом. Но никакого значения этому не придаю. Чтобы я вдруг стал остерегаться, ходить. Я вообще осторожен. Лишнего человека в дом не пускаю. Шторки закрыты. И молюсь. Ну, не из-за этого предупреждения. Просто, я понимаю, надо быть осторожным. Не давать повода ищущим повода. Вот и весь сказ. Нынче, вот открыто приезжают люди. Я знать не знаю их. Уже сколько раз было. Сейчас просился один на один день через Галю Загуляеву. Я отказал. Вот. Сегодня просились. Даже близкие знакомые приезжали из Америки. Ждали разрешения. Я не дал. Обида, конечно, была. Мы так хотели побывать. Но другое. Я говорю, уборочная идёт. Встречать, провожать я не могу. Если бы был у меня так свободный человек на джипе. Не на твоей машине. Тогда дело другое. Берите. Да мы заплатили бы. Но ещё платить, когда у меня ничего нет. А на один день. Ну а что ты будешь делать? Все в поле. Мы работаем. И сейчас вот я буду стоять с тобой и рот раздевать. Да ты наши материалы бери. У нас более 8 тысяч роликов. Сверх этого ещё около 100. Так что... Всесторонне показано на нашей жизни. Всё, пока. Пойдёмте работать. С мастерством. Всё. 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 Продолжение следует...